Охоту на браконьеров и нарушителей природоохранного законодательства объявили в Татарстане. На борьбу с ними встанут как обычные рыбаки и охотники, так и общественные организации и ведомства. Об этом заявил первый вице-премьер из публики Равиль Муратов. Сегодня он провел заседание Межведомственной комиссии по экологической безопасности. Каким образом каждый желающий сможет привнести свой вклад в защиту природы, расскажет Рафаэль Мухамедзинов. Перед заседанием Рафиль Муратов посетил специализированную выставку по охоте и рыболовству. На ней можно найти все, что необходимо для отдыха на природе. Но среди посетителей выставки были не только мужчины. Как оказалось, и среди представителей прекрасного пола встречаются настоящие рыбаки. Настроение всегда поднимается, конечно, когда рыбалка. Это замечательно. На выставке собрались как начинающие любители рыболовства, так и профессионалы. Но всех их объединяет одно – настоящая рыбалка не должна вредить природе. Так называемые бесплатные рыбаки, которые вывозят с той же камы, например, за раз по 50, ну пусть даже 20-50 килограмм судака за день, так это, я считаю, те же хищники. Охотники также солидарны с этим мнением. Если природу не оберегать, охотиться станет не на кого. Организовывать службу охраны надо. На данный момент она практически полностью уничтожена. Вот, допустим, в нашем районе один человек – охот-инспектор. Что он может сделать один на несколько сотен тысяч га? Среди охотников особняком стоят любители хищных птиц. Они категорически против использования любого оружия. Соколиная охота – это целое искусство. Она существует уже 4 тысячи лет. С такой птицей можно поймать даже зайца-беляка. Но тут, как и в рыбалке, главное не результат, а сам процесс. Общее мнение выразил первый заместитель премьер-министра республики Равиль Муратов. Наш общий враг – браконьеры. Я не хочу сказать, что их становится больше, но, тем не менее, есть. Нам сегодня предстоит на СССР рассмотреть вопросы о проведении мероприятия 2013 года и подумать, каким образом сохранить ситуацию с уровнем воды, как это мы смогли сделать в 2019 году. На борьбу с браконьерством Равиль Муратов призвал и самих рыбаков с охотниками. Так от них стало известно о плачевной ситуации под Нижнекамском. Там браконьерские сети расставлены буквально через каждые 10 метров. А житель набережной Челнов для борьбы с браконьерством предложил наложить запрет продажи свежей речной рыбы в период нереста. Равиль Муратов пообещал рассмотреть это предложение. В дальнейшем было решено регулярно проводить встречи представителей ведомства и общественности. Но самое главное, что любой желающий сможет сообщить в кабинет министров о нарушении природоохранного законодательства. Для этого можно использовать любой способ связи, в том числе и интернет. Рафаэль Мухаммеддинов, Игорь Романов, Столица.